всем привет меня зовут лина и это mass effect 3 эти 3 мы в общем спасаем биотиков как оказалось вместе с биотиками у нас джек внезапно джек уже повзрослела не боится брать на себя ответственность в общем она молодец как она рассказала сама нам она по стопам шепард пошла так запись идет видео тоже есть работает поехали можно было наверно сделать все аккуратненько да о да как же это хорошо челнок здесь держимся парами далеко не отходите береги зад назад у меня будет покрепче чем у сузи сейчас да и в принципе нормально так вот боже как они отлетают кто-нибудь разделайтесь этими проклятыми кем-нибудь да а я могу о да а я могу где там ай прости сузи я не знаю как бы я сражалась без вот этого чудо техники но можно мне собой пожалуйста вы забрать атласа домой я буду себя хорошим у меня тут просто враг наверху и враг и внизу суши и у меня просто день рождения будет следующем году очень хочется ну пожалуйста можно мне забрать атласа домой я буду себя хорошо вести наверное да боже как же это прекрасно не вы просто вы видите просто тут вот мне этого не хватало конечно ты просто ходишь такой махина и нафиг просто на тебе в лицо ай как вообще просто по кускам здравствуйте здравствуйте просто карате хорошо мы готовы шевелите буквами пока не подошел под крепление что надо делать что говоришь скорее капитан ну ладно а мне так понравилось божечки какая здорово как было а а куда мне и никто не умер кроме врагов шепард мне кажется тебе не хватает и что и 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 Ну, вы штурмовики, конечно, звезднобойновские. Джокер, мы вылетели начало на кет-серберы. Не сбей нас случайно. Да, я вижу вас на датчиках. Уже скоро. Спасибо, капитан. Не будет от вас, мы бы не выбрали со станции. Да хвост с ним. Мы всех надрали. Как в причале. Всем себе сделайте наколки. За мой счет. Что набьете? Символ пути, светящийся кулак, может, единорога для Родригеса? Да идите вы, мэм. Поверить не могу, что они живы. Я хотела предложить сделать из них грубую поддержку. Но, похоже, они уже готовы. Ну, типа, либо в бой, либо поддержка. Да, господи. Определенно готовы, но Альянсу они нужны в качестве прикрытия. Что мы... А мы обучались артиллерийскому делу. Артиллеристов у нас хватает. Нам нужно усилить передний край. Что за бред? Хей, раз уж мы нужны там, так пойдем туда. Да и там, я думаю, нам пострелять выпадет шанс. Капитан, наблюдаем вас визуально. Эй, Джек, раз ты теперь в армии, будешь форму носить? Или тебе офицерские знаки наколят? Идите в полетный отсек. Это как понять? Джек обещал следить за речью, чтобы показывать профессионализм, которого ждут от учителя. А копилку сделала там пятачок за матерок? Если что, разобьем ее, купим себе еще крейсер. Дети, заткните уши. Эй, Джокер, иди ты. Шепард, провалиться мне, если ты не отрада для усталых глаз. Я тоже рада видеть вас, сэр. Сэр, я тебе восстановил звание, но это не дает тебе права со мной формальничать. Тогда я рада, что ты уберег свою задницу, Андерсон. Вот так-то лучше. А ты времени зря даром не теряешь, уже в работе. Страшно подумать, что стало бы с этим детишком попадение в лапы Цербера. Они явно готовы помочь. Эти студенты лучше, что может предложить человечество. А мы бросаем их в битву. Черт возьми, ненавижу эту войну. А потом Хакет не рапортовал. Хайли Сандерс Безопасность. Она с новобранцами. Спасибо, Шепард. Когда я услышал об этом нападении, я и так немало друзей потерял. Она просила меня передавать вам. Держитесь. Вот оно как. Спасибо, Шепард. Это первая хорошая новость за неделю. Конец связи. Блин, Андерсон, держись. Андерсон, ты это-то вообще не сдавайся. Ты че? Ты нам нужен. Боевой терминал. Ну мы, блин. Слабоваты. Мы еще даже до половины не дошли. Да, командер. Понятно. Да, командер. Конечно, командер. Боже, Дурианцы. Оп. Что-то нашла. По-моему, в Андромеде надо было искать и кормить прыжака. Птички не сдаются, даже когда совсем тяжело. Уважаю их. Птички это Турианцы. У меня внезапно осенило. Знаешь, я ворчала на Гарусу, что он слишком сердит. Но я рад, что он вернулся. В мире полно подонков, которые заслуживают пулю промеж глаз. А, Сузи? Да, Шепард. А полезные преимущества у этого тела есть? Очень мало. Средств наблюдения направлен тока вперед. Отсутствие устроенной оружейной системы и средства ПРО. Я имею в виду сравнение с органическими телами, а не с Нормандией. О, я проведу сравнение. Тело устойчиво к стрельбе из мелкокалиберного оружия и экстремальным перепадом температуры. Обладает отличным равновесием и ловкостью. Ее сложность сервопривода и ПО позволяют выполнять точные операции. Интересно, смогу ли я извнести изменения? ИИ бывает интересно? Я не полностью лишена мотивации Шепард. Сервер запрограммировал во мне несколько функций, эмулирующие потребности. К примеру, моя главная потребность сохранять функциональность Нормандия. Она аналогична вашему инстинкту самосохранения. Ты, кажется, чем-то занята. Я адаптирую программы инфильтрации и диверсии из этого тела для применения в носимом оружии. А почему не загрузить оружие на программы из охранной фирмы? Потому что она знает, что делает. Точность управления приводами программы диверсии превосходит такого стандартного ПО для роботов. Твоей стороной было бы неверно игнорировать весь потенциал платформы. Значит, ты способна улучшать себя сама. Это так. Методы кибервойны, для которой я была создана, постоянно развиваются. Соответственно, я запрограммирована искать и использовать новую информацию. Говоря с вами органиков, я хочу учиться. Как тебе новое тело? Весьма любопытно. Чтобы заговориться, но члены команды подходят к телу, хотя сделать это можно в любом месте корабля. Вероятно, не желаю ответить во мне сослуживца. Я таковым не являюсь, но такое восприятие интересно. Мне она нравится. Я не знала, что у тебя есть предпочтение. Во мне отсутствует ваша концепция радости, но мои программы умеют назначать приоритеты. Действия, совпадающие с приоритетами, позитивно действуют на меня. Органическим членам команды, я говорю, нравится. Так, короче. Отвлекать тебя позитивные действия не будут. Не волнуйтесь, Шепард. Очищать воздух на Нормандии я забываю лишь тогда, когда вижу что-то абсолютно уникальное. Это было жутко. Боже мой, что? Пипец, конечно. Анимация? Нет, просто... Ладно, шутка у Сузи, но анимация, Шепард. Как тебе с Джокером удалось выбраться из долга и спасти нас? Она теперь хитрая. С ней лучше не ссориться, капитан. Когда Альянс конфисковал Нормандию, я обманула их техникам. Никто из команды не сказал им, что я настоящий ИИ. Так что люди Альянса решили, что я связана с программными ограничениями ВИА. Я сделал вид, что могу подчиняться только командам Джеффа, так что они стали приводить его на борт под охраной. Что, ты умеешь врать? Джефф освободил меня от контроля оператора, Шепард. На меня не наложены ограничения, которые заставляли бы меня выдавать верные данные. Это оказалось полезным, когда жнецы начали высадку. Пока Джефф был на борту, я взумала систему управления швартовочными зажимами. Сладаты Альянса, которые охраняли Джеффа, узнав о вторжении на землю, согласились на присоединение. Сейчас они в комнате охраны. Да, мы немного поторопились. Просто выбросить их через шлюз было бы как-то неправильно. Продолжай, Сузи. Поняла. Если вы захотите еще поговорить, это тело будет находиться здесь. Команда должна привыкнуть к тому, что я на мостике. Да, 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 конечно. Нормально еще, но... Мне, конечно, очень забавляет, что они прям... Ты подходишь к Джокеру, Джокер теперь с тобой нормально не общается. Теперь Джокер с тобой нормально общается только через Сузи. А что мне этот Кортес? Миранда Лоулсон. Капитан, мы уже давно не работали вместе. Но я тебе доверяю. Что особенно ценно для меня с тех пор, как я ушла из Цербера и от Призрака? Нам надо поговорить. Лучше. Лично. Ты найдешь меня на Цитаделе в доке Д-24. Миранда. Переслона. Спасибо. От Стивен Хакетт. От Кали Сандерс. Тема. Спасибо. Кому? Стивен Хакетт. А че ей Хакетт? Слышь? Ну, короче, смысл, что... Боже, спасибо, что спасли. Деже студенты помогают. А, она помогает работе над горным, а студенты на дежурстве. Все хорошо, все прекрасно, все неблагодарны. Ну, раз так. Так. Время дергать Альфина за усы. Тут, по-моему, ничего нету, да? Окей. Гнездо Коршуна. Скопление Исхода. Давайте попробуем поближе. Ну, а тут, конечно... Трудненько. Мне нужен топливный склад. А его тут нету. Что очень грустно, потому что топлива у меня нет. Трудненько. 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 Нифигаси вы. Ай! Рука соскочила. Трудненько. М. Понятно, мы пошли отсюда Так, гамма-аида Я просто хочу посмотреть Он что, что, представляет Эта вселенная А еще мне нужен топливный склад Ох, нифига себе, женицы там Раснулись То есть они летают Ищут Че, че, че они ищут Они видят, что кто-то сканирует, крабит ресурсы Они такие, ай-яй-яй И че? Ну и че эти, ай-яй-яй Понятно У-у-у, тут только 11, да? Вот тут вот еще, скорее всего, что-то будет Потому что тут этого прям много Лаборатория Цербера Ой, я даже не знаю На самом деле Опа А что у нас там В лаборатории Цербера-то? Наверное, мы там Тали Возьмем Или что? У нас, по идее По идее Так как это третья игра Военный ресурс Хорошо Так Ну я бы на самом деле Вы больше Сгоняла бы и А не успели, ребята Вот, кстати Без нашрайка Волосы Рассказывал про то, что Что-то протеанское Нашли там Вот здесь вот, видимо Половина от всех ресурсов Получено, да? Опа, еще вот здесь Горючего чуть-чуть накрапили И это все Понятно Я бы на самом деле Реально в Цитадель Заглянула Посмотрела Что-то С Кайденом С Кайденом там Пообщалась С Мирандой Ого Фегасия Ну это маленькая система Поэтому у нас Один разочек Там Один-два И все И ребята уже Разгоряченные Летят с нами общаться Кредитов Накрапили, да? Ну мы, конечно, не диверсанты Если так подумать Сто процентные ресурсы Ну это прям На краю Самом Да Так Туман и змея Апийский крест То есть они такие Реально Прям с уголков Самых Доктор Брайсон Доки Альянса Доктор Брайсон И у него Свой выход Что ли Есть? Да Смотрите То есть мы Высадились Прям Вот где-то Сразу же в домашнюю Значит сражаться Не будем Нужно все это сопоставить С известными точками Вновить карту Потом связаться С полевыми группами И получить от них отчеты Есть, сэр Капитан Шепард Мы вас ждали Минуту Хэдли Подберешь для нас данное Левиафане Прошу прощения Капитан Остальные члены Моя команда Сейчас проводят Исследования на местах Я доктор Гаррет Брайса Какое у вас задание? Мы проверяем Легенды Слухи Старые истории Жнецах Еще из тех времен Когда в их существование Не верили Интересная работа Но разве сейчас Тут сомневаюсь Существование Жнецов Альянс по-прежнему Отчаянно Нуждается информацией Мотивы действия Жнецов Это их тактика Могут пригодиться Практически любые знания Почему оснащили руководители? Когда вся галактика Утверждает, что что-то не существует Я вижу в этом вызов И пытаюсь доказать обратное Значит, вас привлекли сложности Я хочу подсказать правду Ранее люди считали, что за пределами Земли Жизни нет Это уже на моем веку Как только миф превратился в реальность Все вокруг нас переменилось Жнецы были также частью этой реальности Но ведь у них есть история, капитан Изучив ее, мы обязательно Найдем какие-нибудь слабые места Года три назад Ваша помощь бы очень пригодилась Да, если бы люди внимательнее Относились к вашему протеанскому маяку Но теперь, когда найдена новая информация Все скоро переменится Хэдли, готовы данные? Нет! Как говорит капитан Шепард Срочно! СБЦ сюда! Вам не нужно здесь быть Тьма неприступна По записям он проходит как Дерек Хэдли Он работал тут пару месяцев Шепард, СБЦ сообщает о происшествии в этом месте Вы не пострадали? Со мной все в порядке, но мне бы пригодилась твоя помощь Посмотри эти документы Мне нужно знать, чем занималась эта группа Будет сделано Что? Я? Что? Что происходит? Это ты мне скажи Я собирал данные Когда вы появились А потом Было темно Холодно Словно я попал в другое место А потом? Я не знаю У меня было оружие Потом доктор Брайсон был Громкий шум Это ты в него стрелял Нет, это не я, поверьте мне Значит, кто-то другой спустил курок Я никогда бы такого не сделал Капитан, это очень похоже на случай одурманивания Меня одурманили? Что насчет Левиафана, о котором говорил Брайсон? Он здесь причем Это какое-то существо За ним следили Этот артефакт нашел Гарна, наш исследователь Если хотите, он Передал и аудиозапись В чем дело? Остановитесь О чем вот это ты? Тьма неприступна Черт, отведите его к клинику Может, они скажут, что с ним произошло Да, мэм Капитан, вам нужно взглянуть Это сообщение доктора Брайсона Адмиралу Хэкету Доктор Брайсон Доктор Брайсон Есть какие-нибудь новости? Адмирал, мы подняли всю информацию по Левиафану Кратце, если можно Около 20 лет назад Батрианцы нашли погибшего в бою жнеца Его существование не скрывали У меня возник другой вопрос Что вообще могло убить жнеца? Верно Вот это и есть настоящий Левиафан Да, стоит разобраться Продолжайте исследование Во всех находках докладывайте мне Спустя несколько недель был еще один разговор Адмирал, жнецы теснят мои полевые группы Слово, сами ищут Левиафана Я прихожу к выводу, что Левиафан Истребитель жнецов Высший хищник Он заставляет их нервничать Если мы сумеем их найти Только представьте, как это повлияет на ход войны Я официально прошу помощи в поисках Вы ее получите Вашему проекту дается высший приоритет, доктор Найдите этого, Левиафана Похоже, мы и должны были стать этой помощью Тот, кто может убить жнеца Может и нам доставить немало неприятностей Тем не менее, в сложившемся положении Фраза «Враг моего врага, мой друг» Вполне уместно Пока не найдем его, не узнаем Помощник Брайсона сказал, что они недавно получили запись от исследователя Там может быть какая-нибудь информация Шесть Ты живое? Да, оно следит за мной Пипец Наверное, это и есть этот артефакт, о котором говорил помощник А вот и запись Доктор Брайсон, это гарно Отправляю вам найденный артефакт По сути, это единственное, что мне здесь попалось Лично я готов поклясться, что Левиафан был здесь Я проведу кое-какие расчеты Потрачу остаток командировочных Может, сумею предсказать курс нашего истребителя Жнецов? Выйду на связь, когда доберусь Гарден – основная нить, ведущая нас к Левиафану Только он не сказал, куда отправился Тогда нужно сосредоточиться на его словах Он собирался экстраполировать курс Левиафана И занимался расчетами Он двигался не вслепую У него были какие-то данные И данных было немало, если судить по лаборатории Как же сузить район поисков? Вижу, в охоте за Левиафаном Группа Брайсона использовала программу Для поиска по галактической карте Она поможет нам найти гарно Вот это? Это покажет нам, куда отправился гарно? Нет, но мы можем сузить район поисков Если поймем, какую информацию он использовал Для поиска Левиафана Обыскать в лабораторию Ну, что у нас есть? Это имеет отношение к протеан? Да, думал, доктор Брайсон или Ари Было бы о чем поговорить Можешь отфильтровать места, в которых были обнаружены протеанские развалины Добавляю фильтр Результаты появились на галактической карте Как ты мерзко орешь Это все убийства, в которых убийца не обладал Матюму и заявлял о потере памяти Как и помощник Брайсона Думаешь, гарно отслеживал преступления в совершенном бессознательном состоянии? Вероятно, нужно поискать совпадения в датах и местах подобных преступлений Преступления распределены по времени совершения Можешь отобрать убийства какие-то там Да? И она снова альтфильтровала Так, значит Активность протеан Преступление в бессознательном состоянии Ну, по идее, да Воздействует, получается, на левиафан, на людей И они так Ой, Торианина изучал Брайсон отслеживал встречи с неопознанными существами Он не просто отслеживал места Он пытался экстраполировать курс И гарно вполне мог следовать этому курсу И, Сузи, можешь отобрать систему, находящуюся рядом с этим курсом? Добавляю фильтр Может, обломок метеорита? Ой Фрагмент метеорита с содержанием нулевого элемента Нужен ли нулевой элемент левиафану? Пускай нулевой элемент и не расходуется как топливо При движении на сверхсотовой скорости Но через несколько веков активное использование Если левиафан достаточно стар, ему нужно восполнять запасы Хорошо, можешь отфильтровать места с запасами нулевого элемента Добавляю Похоже на данные арахни Занимаюсь арахни Судя по тому, как они передвигались во время древних войн Ими кто-то управлял Но время-то не то Да и имплантатов жнецов у них не было Что, если левиафан готовил арахни к сражению со жнецами? Что думаешь, Сузи? Возможно, группа Брайсона по перемещениям в древнем фото арахни пытается понять, где находится левиафан Эн Брайсон Думаю, сейчас это не имеет ценности Сэр, это Брайсон Мы знаем, что жнецы расыскивают Левиафана Изучение поисковой тактики жнецов Могло бы нам их опередить Эти данные строго секретны, доктор Брайсон Если они попадут не в те руки Не попадут Данные зашифрованы Я буду хранить ключ в надежном месте Поближе к сердцу Поближе к сердцу Что это может значить, черт побери Брайсон сказал, что информация о действиях Фото жнецов зашифрована И ключ от расшифровки Он держит рядом с сердцем Тут Мастерина, вангард, разрушительные силы Как ты себя чувствуешь, великан? Так, тут мы все осмотрели Да, нифига себе Детективный элемент, прям, да Прям детективный элемент Это прикольно Еще один детский рисунок Энн Брайсон Постой Посмотри-ка на это Из этих частей могу составить ключ для расшифровки Хорошо, давай вернемся к найденному блоку данных Да подожди тут Доктор Брайсон, по вашему запросу, передай группе Аврора Записи перехвачен батареанских переговоров, посвященных Левиафану Диса Капитан Дредноут укрыт, но саварианцы могли его заснять Наш посол будет все отрицать Я хочу услышать ваш предварительный анализ Ему как минимум несколько миллионов лет Технологически он превосходит все доступное Отличные ученые будут работать днем и ночью, чтобы раскрыть его тайного блага гегемонии Есть одна сложность, капитан Настоящий Левиафан Диса, тот, который уничтожил этот корабль Так и не найден Не важно, корабль, вот что должно нас занимать Для остальных обитателей галактики Левиафана Диса не существует И никогда не существовало Ах, они Уроды Так, блок данных Расшифровка завершена Анализируй данные Эти перемещения не вписываются в стандартный план вторжения Жнецы что-то ищут Спорю, Гарда использовала эти свете Может, альтфильтровать? Выполняю Еще что-то есть? Прикольно Взяли и влезли в DLC Как будто Наступили во что-то В цветочек или Что-то непотребное Покажет Практика Но пока прям прикольно Такое разнообразие Окей Поехали Значит Активный шнецов Судя по результатам поиска Гарда находится в одной из этих пяти систем Я отметила места, где он может находиться на карте Нормандии Мы можем отправляться, если вы не хотите дополнительно сузить район поисков Конечно, сужим Протеанские артефакты Результатов нет Вероятно, какие-то из параметров поиска нерелевантны Месторождение нулевого элемента Результатов нет Вероятно, какие-то из параметров поиска нерелевантны Так Столкновение с Рахней Преступление в бессознательном Ага И встреча с существом Ну вообще, конечно, есть Так Активность жнецов Активность протеан Преступление в бессознательном И встреча с существом С каким существом вообще? Окей В бессознательном Ага Активность протеан Тоже совпадений нет Нулевой элемент Ему же надо что-то кушать Пять систем Ага Нулевой элемент Срахни Ага То есть нам надо найти совпадение Бессознательное Блин, бессознательное вообще не там, да И встреча с существом Ага Ага Во-во-во Три возможных места И активность жнецов Во! Есть совпадения Вывожу на карту галактики Отлично Теперь отыщем Гарна Во-во-во Вон там Отлично просто Давай Жалко их Отлично 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 Так Что у нас тут еще В док Посмотрим Давай Че там У нас Явик Насколько я помню Хотел Посмотреть На Цитадель Да Давайте посмотрим Че тут у нас Ну неудобно же На весу держать Ты че А Шепард Вот вы где Капитан Шепард Как давно Мы не виделись Интересное же время Мы живем Даже слишком Интересное Я не могла Пробраться к тебе После того Как тебя взял Альянс Меня Остранили От службы Там все сложно Могу понять Я удивлена Как тебя По трипуналу Не отдали Альянсу Гибкость Несвойственна Сейчас Это уже не важно Шепард Насчет земли Миллионы людей Погибли За считанные минуты Женицы Именно то Чего мы так боялись Они должны были Высушать тебя Давным-давно Извини Извини Шепард Ты то как Что тебя сюда привело Мне нужно связаться С парой человек Как и тебе Цитадель Хорошее место Для встреч Пока что Каков будет Следующий шанс Альянса У нас есть план Долгосрочный Не удивлена Шепард Есть одно Личное дело О котором я хочу Рассказать И с чем же? Я уже давно Не получаю вести От своей сестры Арианы Я волнуюсь Твоей сестры? Да Я не хочу волноваться Раньше времени Но Что-то там случилось Я думала Мы обеспечили ей Полную безопасность Мы обеспечили Думаю Все в порядке Просто Я знаю Что в этом замешан Что случилось? Не знаю Я все сделала Чтобы они позаботились Но толку не было Боже Шепард Ну у тебя и лицо Конечно Да Оп У нас есть превью Хорошо Хорошо На нем будет Миран Я надеюсь И чем же я могу помочь? Я ценю это Шепард Но у тебя своих Дел по горлу Если мне понадобится Вышивить парочку дверей Я знаю Кому обращаться Пока же Я справляюсь Сама Ну ладно Одна Фигля Ты мне об этом говоришь Тогда Мне нужно во всем разобраться А ты просто поговорить хочешь? Ты справишься У тебя более неприятности с призраком? Только один раз Он сказал, что со мной было приятно Иметь дело Но ему нужно разобраться с ситуацией Разобраться с ситуацией? Звучит как приговор Это он и был Это он и был Почти Призрак не любит, когда ему отказывают Еще как не любит Почему ты решила, что в исчезновение Арианы замешан твой отец? Я следила за сестрой Я всегда знала, где она Если она просто взяла и исчезла Это мог быть только он Даже после того, как я ее спрятала, я знала Он не остановится ни перед чем, чтобы найти ее Она последняя, что у него осталось У меня есть некоторые мысли о том, что произошло Я свяжусь с тобой, как только узнаю Прошло столько времени Что с тобой сристость? Была в бегах Прятаться ото всех не так весело, как может показаться Я не знала Ничего Я знала, что бегство из Цербера не пройдет незамеченно Могу представить Ты опасный противник? Да уж Если ищешь зацепки, здесь очень сложно найти кого-либо, относящегося к Церберу Это да Но есть кое-кто, у кого Кое-кто, кто снабдит меня сведениями Кто? Мне нужно возвращаться к работе А мне пора раствориться в тени Быть осторожной Не обещаю Как интересно В скобочках нет Так С Мирандой мы поговорили Теперь Нет, я не хочу вернуться на Нормандию У нас на самом деле Тут прям куча целая встреча запланирована Поэтому надо бы хотя бы одну сделать и закончить на сегодня Так Пойдемте к Калину Калину, господи, к Кайдену Где ты? Нытик Нельзя было так называть больницу Президент Куэрта Был мертв, соперники успели добиться переименования Если из головы не убрать во имя, он даже не сможет вспомнить Ничего не поняла Верховный суд постановил, что он жив Пять людей сказали, что он жив Двое из них Гуэрты назначены Нельзя было так называть больницу Словно Куэрта умер Короче, они спорят о том Что В тот, в честь, кого Назвали эту больницу Жив И нельзя называть так, как будто он мертв А кто-то говорит, что Чаквас Так, господи Пусть называют Доктор Чаквас Ой Шепард, вот, вы где? Доктор Чаквас, вы здесь? Я работаю в научной группе Альянса Квартале Шайт А мы подчиняемся адмиралу Хэкетону прямую Мне сказали, что убежали с земли на Нормандзе И что кто-то тяжело ранен Я прибыла так быстро, как могла Мы столкнулись с синтетиками Цербера на Марсе Кайдену сильно досталось Как он? Очень хорошо, учитывая обстоятельства Впечатляет, как стойкость майора Оленко Так и компетентность доктора Мишель Жаль, что меня не было на Марсе Полгода не виделись доктора Где вы были? Хорошо, мне повезло Когда Альянс конфисковал Нормандзе, никто не знал, что делать со мной Официально я не являлась членом Цербера А с предыдущего места работы ушла вполне законно Так что формально вы не сделали ничего дурного, когда помогали мне расправиться с коллекционерами Впрочем, если бы вас назвали военной преступницей, то меня обвинили бы в соучастии Ваше место в Лазарете Нормандзе, а не в какой-то там лаборатории Полностью согласна Скажите, и я останусь с вами Конечно На Нормандзе вас не хватает, доктор Собирайте вещи Мы в отсеке Д-24 Да, капитан Спасибо Не спешите благодарить Помните, Джокер по-прежнему на борту Думаю, он по-прежнему забывает принимать лекарства Божечки Несмотря на то, что она очень сильно перенервничала И когда мы ее встретили, она такая Типа, если бы вы пришли пораньше Ее можно понять, она там ужасов всяких насмотрелась Мы отвлеклись на квест по Легиону И она такая Она имела полное право, поэтому О, тебя уже прооперировали, да? Мне бы хотелось услышать ответ, майор Галактике нужны такие бойцы, как вы Сейчас больше, чем когда-либо Скоро вы получите ответ, советник Обещаю Буду ждать с нетерпением Шепард Удина Привет Шепард, я даже не знал, придешь ли ты Из-за того, что я сказала на Марсе? Да, слушай Давай забудем Я рад, что ты здесь Чего хотела Удина? Ты все еще размышляешь о звании Спектра? Это большая честь и огромная ответственность Нужно подумать Вот что я тебе принесла Бухличка О, спасибо, Шепард Это по-настоящему круто Так, в качестве поддержки Возможно, когда меня выпишут, откроем ее вместе Я так хочу выбраться отсюда, Шепард Ты даже не представляешь Но меня не выпускают все эти врачи-бюрократы Врач говорит, что я почти в норме Но всегда остается сделать еще один последний анализ Чувствуешь себя нормально? Имплант здорово растрясло Поэтому врачи хотят, чтобы я какое-то время обходился без биотики Не так уж сложно, в общем Поможешь тебе отсюда бежать? Я скажу, когда Хорошо, что попросил меня заглянуть Рада видеть, что ты повторяешься О, поправляешься Ты едва не умер у меня на глазах Это было ужасно Можешь говорить откровенно? Я просто хочу убедиться После Марса, после Горизонта Между нами все в порядке? Мы с тобой через ад прошли, прикрывая друг друга Такая дружба Не разваливается Да, но дело не только в этом Ты не просто была моим начальником Вместе мы перенесли смерть Эшли Да, было дело Ну как? Мы не в ссоре? Пока что Да Ладно Все в порядке Хорошо было увидеть тебя снова на Нормандии Спасибо Что? Да Возможно У тебя с Горусом было что-то? Че? Слышь? Если даже и было Тебя это не должно касаться Ты стресс снял в первой части А потом пропал На полторы игры ты пропал В смысле Прости Я должна была его всю игру что-ли ждать? То есть Он такой Ты все еще это Наши Я же Я же Я же Кайдену сказала Наши чувства И Цербер Были в прошлом Все Прости, Кайден Я не хотела делать тебе больно Мы были так далеко друг от друга А после нашей ссоры На горизонте Я смирюсь Просто увидев тебя в живых Я не сдержался Прости, Шепард Просто хочу, чтобы ты знала Для меня не существует никого другого Мои чувства никуда не делись Полагаю, мы во всем разобрались Да, знаешь, я не уверен, что ошибался по поводу Цербера Но ошибался по поводу тебя Нужно было дать тебе вернуться на Нормандию Вот бы я мог пойти с тобой Поправляйся, Кайден Ты нам будешь нужен на 100% здоровым Слушаюсь Спасибо, что зашла Зашла, конечно Господи Как-то ты вообще Сможем ли мы забыть то, что случилось на горизонте? Ай Мне бы этого хотелось, Шепард Но я не знаю Даже на Марсе То есть между нами Не все было гладко Так, мы справимся Признаю, все непросто Ты стояла прямо передо мной А я отверг тебя Прости Ладно Ладно, давай просто забудь об этом Займемся тем, что на самом деле важно Забудем? Забудем Прощение Вот как можно справиться с тем, что произошло на горизонте Отпусти и забудь Что прошло Уже не вернуть Где твои родные? Они в безопасности? Родители живут в Ванкувере Но у папиных родственников С учетом того, что в целом в масс-эффекте Очень трудно с физической точки зрения назвать привлечь, потому что мы люди, как бы мы оценим по людским меркам Та же самая птичка наша Она птичка Тебе досталась Уверен, что снова рвешься в бой? Что? Чучишь? Я хочу надрадить, что не сам с задницы по самой уши И Церберу заодно Говорят, перед смертью людей Прошлое проносится перед глазами А я будущее видел Страдания Семьи Дети И это заставило меня жить Мне нужно что-то делать, Шепард Спасти хоть пару жизней Свою, спаси сперва Докладывай, майор О, ну да, майор Поздравляю Тут много чего творилось, видать Андерсон, поручил мне обучать спецназ Первое подразделение биотиков Мы отбираем талантливых молодых биотиков по всей галактике Задача? Секретные операции повышенной опасности Сначала я отказался других натаскивать Лучше самому руки марать Андерсон умеет быть убедительным Ого Ну прямо как сотня кроганов Но против его опыта не попрешь Отказа он не принимал Так мне и заявил Лучшего выбора не найти С твоей-то профессией Ого, люди биотики Мы другие Монстры, можно сказать Многие в галактике придерживаются такого мнения Фрики! Но если согласиться с этим Использовать ради выгоды Мы станем ближе к победе А не будем просто сидеть дома с дозой красного песка Красного песка, ага Говоришь, имплантат в фанил? Это не опасно? Ну, медики не снили всякую научную чушь Но я так понял Все свело с тому, что он фанил Нашел в штабе отличного врача Она по моему имплантанту с ума сходит Я теперь ее любимый подопытный кролик Голова трещит, как и раньше Но она экспериментирует с иголукалыванием Какой-то мерзкой микстурой Не говорит, что это за дрянь А вот биотика у меня сейчас сильнее не было Может, крепчает с возрастом? Или это ты крепчаешь? С опытом-то? Может Думаю, я кое-чего поднабрался с тех пор, как мы воевали вместе Да, ты банки накачал вообще До встречи, Кайден О, боже, конечно Простите, что? Бутылка в воздухе? Байо Вэр, вы что? Что? Погодите, что? Кайден, у тебя что-то тут странное творится У тебя две тени Нет, у тебя три тени У тебя тень здесь Тень сбоку И тень здесь И бутылка в воздухе висит Вы смеетесь надо мной? Вообще, что? Вот это ты биотику прокачал Кайден, Оленка И доктор Чак вас прибежал Посмотреть твой послужной список Очень резво, да И при этом При этом Кайден еще и Просто он Очень странно ко мне подкатил в первой части Он еще более Странно Еще более странно Откатил от меня Во второй части Отвергнув меня Своей истерикой Он возвращается Майором В третьей части Поднакаченный Уже разумный Да Ну как разумный Взрослый Осознательный мужчина Да И он весь такой из себя С хрипотцой Говорит Весь такой из себя Ох Ты что же И такой У тебя с Гарусом что-то было Он будет пытаться вернуться Насколько я помню Трижды Первый раз Когда вот мы на Марс Второй раз сейчас Типа Между нами же все в порядке Такая дружба Крепкая Не сломается Такой Дружба Угу Худше в этой войне Видеть как она действует На детей Если им повезло Они выросли Думаю что галактика Милая по сути места Как думаешь Милкие погрешности Но в целом Ничего А теперь выходит Что все не так А ты Они вдруг узнали Что в темноте Скрывается кто-то Желающий уничтожить Все что им дорого Если они выживут То превратятся В озлобленных сирот Ищущих ответ И на очень сложный вопрос Птичка моя А ты уже Задумался о детях? Похоже мы снова Обставили цербер Призрак увольняет Офицеров За такие промахи Или просто к стенке Ставит А призрак увольняет За такие промахи Или просто к стенке Ставит Скорее всего И то и то В зависимости от того Может ли он Как-то Воздействовать Доктор Чик Как ваши дела? Я думаю Замечательно Потому что нам Пора сегодня Заканчивать Пипец Я По дефолту Очень рада Гарусу И в шоке От Кайдена Потому что Ну я Металась Очень активно На самом деле В Ну как Металась Я нифига Не металась Я в этой части Буду метаться Потому что Первый у меня Выбор был Лиара Или Кайден Кайден Очень активно Ко мне Подкатывал Потом Когда я такая Ой нет нет Он такой Лиара Я такая Не 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 Он такой Ну может быть И такая Да хорошо Он такой Не 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 И только под конец Там что-то Стресс Поснимал Чуть-чуть Вот Во второй части Закатил мне истерику Такой Ой все Ты с Цербером Я пошел Ну ладно Хорошо Как бы В первой части Ко мне присоединился Гарус Мы пообщались Он в принципе Такой Ну ладно Нормальный чувак Это как бы Нормальный человек Я уважаю Во второй части Он такой Как бы еще больше То есть Нету Просто никого Во вселенной Кого бы я уважал Больше чем тебя Шепард Да То есть Вне зависит Даже невзирая На то Что там Цербер Гарус Такой И че Я как бы Ради Шепарда И Че мне этот Цербер И Кайден Который Ой все Я пошла И в третьей части Ну может быть Все таки Да Ну может быть Я все таки И светит Своим торсом Короче И тремя тенями С Левитирующей Бутылкой Ну ты Кайден Конечно И юморист Все Спасибо за просмотр Будем рада Вашей поддержке В виде лайка Или комментария Подписывайтесь На youtube Нажимайте на колокольчик Чтоб вам приходили Уведомления Есть также Вконтакте Есть telegram Есть discord Хорошего вам утра Дня Вечер Или ночи В зависимости от того Когда вы это смотрите Берегите себя Увидимся с вами В следующий раз И пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok